Музыкальный талант Я обещала себе стать учителем музыки и найти новый эффективный способ обучать музыке любого ребенка, вне зависимости от его способностей. Я не смогла полностью реализовать свои возможности на Украине и переехала в США с мечтой изменить систему всеобщего музыкального образования. Музыкальный талант Поприветствуем Хелен Играя музыку, мы развиваем мозг. Я предлагаю начинать обучение детей музыке с 2-3 лет. И это будут не уроки о музыке, не уроки марширования и пения, это будет действительно урок музыки, урок игры десятью пальцами. Управляя каждым пальцем правой и левой руками, мы увеличиваем мощь нашего мозга. Хорошо, вы сказали, что можете научить любого ребенка старше двух лет играть на пианино. Верно. За 15 минут? Да. Хорошо, сейчас мы проведем небольшое испытание. Кто хочет научиться играть на фортепиано? Твоя рука была первая, пойдем. Учительница музыки Хелен Хайнер верит, что навык игры десятью пальцами развивает мозг. Мы пригласили Хелен на шоу, и Хелен расскажет нам о связи между обучением музыки и развитием интеллектуальных возможностей мозга обучаемого. Она использует этот метод для обучения игре даже двухлетних детей. Мой метод очень прост. Он основан на том, что ребенок двух лет физиологически готов играть на фортепиано двумя руками. Любой ребенок, начиная с двух лет, способен контролировать и координировать пальцы на обоих руках. Спасибо. Очень хорошо. Сейчас я дам тебе наклейку. Этот метод быстро и без лишнего стресса дает благоприятную возможность любому ребенку, начиная с двух лет, играть сразу на фортепиано двумя руками. Уроки фортепиано развивают интеллект детей, левое полушарие мозга контролирует правую часть тела и наоборот. Играя двумя руками с трехлетнего возраста, дети развивают обе части мозга одновременно. С помощью моего метода у детей гораздо лучше развивается когнитивное мышление. Также они учатся концентрации. Вы видите моих двух-трехлетних учеников, способных концентрироваться на уровне учеников второго-третьего класса. В конечном счете дети расцветают, и результатом становится прекрасная музыка. Я хочу сказать, что это обычный класс общеобразовательной школы. В этой школе решили произвести эксперимент. И вместо уроков о музыке мы погрузили детей в сами навыки игры на инструменте. Это второй год, когда я учу их играть на фортепиано раз в неделю один час. Я думаю, что у детей в общеобразовательных школах нет уроков музыки. Там есть уроки о музыке. Музыка — интернациональный язык. Чтобы понимать и использовать его, каждому следует уметь читать нотный текст и играть на пиано или другом музыкальном инструменте. Так же легко, как мы выражаем свои мысли на родном языке. Мы учим наших детей математике или языку, не ожидая от них, что они станут великими учеными или писателями. С музыкой то же самое. Нам не следует ждать от каждого ребенка, что он станет профессиональным музыкантом. Но недостаток музыкальной грамотности ментально обедняет будущие поколения. Это имеет отрицательное воздействие не только на развитие передовых форм музыки, но и на духовность всего общества. Настоящие уроки музыки должны быть в каждой общеобразовательной школе. Наш долг дать музыкальную грамотность всем детям через широкую общеобразовательную систему. Давай посмотрим, чему ты научилась. Мы начнем с упражнений. Дети любят упражнения. Дети любят упражнения. Дети любят упражнения. И мы вернулись на пятничную программу новостей. Обучение музыке детей никогда не может быть одинаковым. Этот метод может заставить любого ребенка с удовольствием заниматься музыкой. Можете ли вы в это поверить? Это мой двухлетний ученик. Он учится играть на пианино, используя мой метод, включающий компьютерную программу. Такая игра требует многих лет практики. Это тяжелая работа. Если мы возьмем детей и позволим им думать, что играть на пианино это все равно, что играть в компьютерную игру, мы получим музыку. Это Доре Мифа Софт, программа для компьютера, которая помогает малышам нажимать на эти большие клавиши. Дезере сейчас 4 года. Работа с программой на самом деле быстро и эффективная. Например, у меня есть 10-9-летние ученики, которые за один урок осваивают исполнение двумя руками нескольких пьес. Разработка идеи заняла 25 лет. Программа берет музыкальные ноты и превращает их в картинки. Такие же наклеены на синтезаторе. Дети никогда не устают от повторения компьютерных игр. Они не чувствуют, что это тяжелая обязанность для них. Нотный стан расположен вертикально, постепенно картинки заменяются нотами, и нотный стан приобретает стандартный вид. Но ее цель — внедрить программу в общие образовательные школы, чтобы дети страстно полюбили музыку. Я хочу внедрить программу DORME FASOFT в общие образовательные школы. Я хочу учить талантливых детей, у которых нет денег или низкие доходы. Я заменила черно-белые ноты на яркий и разноцветный язык образов, который может быть понятным любым ребенком с очень раннего возраста. Я привела музыкальную систему к очень простому и наглядному виду. С помощью моего изобретения любой поймет и будет в состоянии выразить себя музыкальным языком. Программа очень эффективная при занятиях с очень маленькими детьми, идеально подходит для школьных групповых уроков. Если моя программа станет общепризнанной, наше общество не только станет умнее, но и более духовным. Потому что музыка — это язык человеческой души. Я тщательно изучила основы музыки, музыкальную историю и музыкальную теорию. Я искала все, что могла найти восприятие музыки, психологии и физиологии музыкального развития людей. Чем больше я узнавала, тем больше я понимала, что традиционный метод изучения музыки должен быть улучшен. Из-за неправильного подхода к преподаванию мы имеем музыкально неграмотный мир. Раз и навсегда я поняла, что музыкально бездарных людей нет. Я нашла способ, как научить любого человека играть на фортепиано двумя руками и читать ноты. Я уверена, что моя программа способна изменить людей к лучшему и дать почувствовать радость музыке. У меня есть, что я хочу сказать людям сегодня, и я надеюсь, что мой голос будет услышан. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!